ДИСКЛЕЙМЕР 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 Стопки на стой! 1XP! Большие выигрыши! 1XP! Быстрые выплаты! 1XP! Надежный букмекер! 1XP! 1XP! Букмекерская компания Всем яу-чуваки, с вами я, Пандей Фикс Очередная серия рубрики Состав на удачу Это уже четвертый вроде выпуск И уже большинство наций было Поэтому если будут повторяющиеся Я буду менять 1, 2, 3 Португалия! Там есть один молодой человек Имя которого не стоит произносить лишний раз Ставим 100 тысяч монет Я делаю это все в лайф-режиме Без всяких нарезок Чтобы еще не подумали И давайте посмотрим, кто же нам дропнется за 100 тысяч С португальским гражданством Деко! Снова кумир, пацаны! 100 не выпуск, кто кумир Пацаны, я ставлю пока что арендованного деку Но если я проиграю, то я куплю и, собственно, пиксель Дальше выбираем схему 1, 2, 3 Это будет схема 4, 3, 3, 3 Так, сразу давайте определимся с бронзовыми игроками 1, 2, 3 Первый игрок Это у нас... За что? За что мне это? Голкипер Алвис Дальше у нас серебряный игрок Это левый защитник Бруно Дальше у нас снова бронзовый игрок Это Марк Уэс Ну и еще одно серебро Это у нас Бруно Снова ЛЗшник Но у нас был Поэтому берем следующего Это Барджа Практически полностью Защита у меня состоит из бронзы и серебра Погнали Первый золотой игрок Это Семеду Итак, ребятки Первый опорник Это у нас Карвалью Но это было вполне очевидно Потому что он один из топовых цопников Который всегда попадается Так Форвард Форвард Какие форварды есть крутые в Португалии? Я чуть даже не знаю Фонте Серьезно ПФА Португалец ПФА Это Бернард Сильва Давайте смотрим Какой у нас будет второй цоп Цопник Это Карвалью Он у нас уже есть Так, ладно Берем следующего Золотого игрока Получается Пусть это будет Пирейра Ну и собственно Парни Последняя позиция Это Элфашинг Там может быть Криштиану Нани Бабольше я никого не знаю Ладно Все, давайте Не будем томить Раз, два, три И это у нас Брума Я хотел пойти играть В Дели Нокаут Но сейчас Викенд Лига А в Викенд Лигу Я не квалифицировался Поэтому идем играть В онлайн Товарищеские матчи Я не знаю честно Как я буду таким составом играть Учитывая, что у меня стоит Бронзовый голкипер Блядь Ну ёбаный рот Почему сразу такая жесть Ёбаный ватбастер Аллан Блядь Миленько Вичсавич На которого я недавно Делал обзор Так, грумо Нихуя ты на поясухи Спайсухи Блядь Какие лаги дичайшие Что за жесть происходит Дайкок Давай Ты наш герой Ты наш герой Нет Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ну, допей! Что такое? Пенальти? Что? Что я сделал? Блядь, ебучий стадион с этими ебучими тенями, блядь. Нихуя не видно. Так, хорошо. Голкипер взял мяч. Блядь, пацаны, очень сложно. Прямо конкретно сложно играть. Это нарушение. Ну нарушение же, блядь. Ну судья ты, шалава, ебаная. Так, Бернардо Сильва. Так, хороший пас. Просто хороший пас. Бруно! Гол! Я ебал рот, блядь, этого офсайда. Соперник, ну, не такой сильный, но он сейчас вывозит чисто за счет, блядь, нахуй, игроков. И мой бронзовый бедный голкипер тащит. Давай, просто простреливаем и забиваем. Хорошо. Тихо. Тридцать четвертая минута, пацаны. Берем мяч, берем. О, бог мой. Тише, тише, тише. Голкипер! О, голкипер, блядь! Что творит этот бронзовый бич, пацаны? Он уже, блядь, два-три раза меня выручил конкретно так. Так, так. Какой момент? Какой момент, Руи Фонта? Я не знаю, кто это такой, но он такой охуенный. Охренеть. Вы не представляете, сколько сил я прикладываю, чтобы забивать эти голы. Это просто пиздец. Ну, как вы видели, команду моего соперника и вспомните мою команду. Соперник что-то как-то злобно летит. Блядь. Ну, ебаный голкипер, а. Что, недолго я радовался. 2-2. Едем дальше, блядь. Так, пас на Бруму. Брума, Брума, пейс охуенный. Можешь в дальний угол захуярить, братан. Просто в дальний. Просто добей деку. Что? Блядь, нет. Ох, ебать, вот это провал. Пизда. Ну, пацаны, ну какая ебаная обида. Ну, ебаная обида. Да, да, посмотрит и повторы еще. Ну, да, конечно, блядь. Ты же забил, блядь, нахуй бронзовым уголкиперу. Обязательно нужно посмотреть повтор, блядь. Давай скикофа. Давай скикофа, братан. Хорошо. 3-3, блядь. Смотри, повторы теперь мои, блядь. Давайте посмотрим. Побегаем, порадуемся. Сейчас к зрителям побежим там еще. Пацаны, я, конечно, в душе не ебут, кто такой рули фонта, но этот чел, блядь, уже хет-трик оформил деку. Давай с подкруточкой. Ну, вот я не понимаю, серьезно, вот что с ним не так? Почему у него такой плохой финишинг? Блядь, почему этот ебаный Семедо прибежал в атаку? Кто мне объяснит? Почему ты прибежал в атаку, блядь, уебок? Парни, какой же пиздец полный матч. Голкипер бронзовый. Пиздец, пацаны, что он творит? Нет, вы это видите? Я ж не один это вижу, это пиздец. Пацаны, вы говорите как хотите, но если я этот матч выиграю, второй я играть не буду, вот серьезно. Вы уж хотите обижайтесь, хотите нет, но это пиздец. Если я в таком потном аду выживу, то, блядь, с меня хватит на сегодня, серьезно. Брума, Брума, бежит, бежит. В дальний. Ну почему? Ну почему? Да, блин, штанга, да какого хуя? Тише, тише, тише. Так, тихо, тихо. Тут главное на спокойном темпе сыграть. Дополнительное время. Ну все, погнали, пацаны. Пот продолжается. Ну, как я уже говорил, если я этот матч выиграл, я считаю его за два выигранных матча, серьезно, пацаны. Вы уж извините, но такие матчи адовые не каждый раз у меня бывают. Ахуеть, ахуеть, ахуеть. Ебаный Ван Бастен, блядь. Блядь, ну обидно, конечно, что пропустили. Ладно, но я не сдаюсь, я еще верю в то, что мои пацаны покажут класс. Тем более я иду в суператаку. Давай, Ван Бастен, вторым ударом меня уничтожь. Просто повезло. Так. Какой пас? Давай, братан, забей. Забей 4-4, блядь, что за матч? 98-я минута, блядь. Охренеть, пацаны, это просто жесть какая-то. Это опять забивает этот, что ли, блядь? Мой бич-форвард, как я понимаю. 4-4, пацаны. Вы просто прикиньте, с таким соперником, с таким составом. Бля, Фонте, у него там уже, блядь, цифры за фамилию влезают. Видимо, никто из разработчиков не ожидал, что он сможет столько наколотить. Пожалуйста, просто попади. Блядь, Донорума, иди нахуй. Снова Фонте. Фонте. Братан, пас дай. Блядь, ну не такой же ужасный пас. Блядь, ебучий стадион с тенями, я нихуя не вижу. Блядь, ну парни, ну зачем вы ставите такие стадионы? Чтобы соперников раздражать? Ну, ударь ты по этому мячу. И просто подкрути, пожалуйста, деку. Ну вот в самый ответственный момент. Ты мог-то, блядь, подкрутить адекватно. Ну, пизда, пацаны. Ну, это пиздец. Пацаны, вы понимаете, какой-то отскок. На 116-й минуте он мог просто сейчас решить все. Давай, беги, беги. Фонте, кто это? Я не знаю. Да, пожалуйста. Ну! Да, блядь, да, блядь, да как? Ну, чё тут, чё тут происходит? Ну, пацаны, штанга. Штанга, ёбаная. Да как я не забил? Я орать не могу очень сильно, потому что у меня на часах тут миллиард тысяч часов ночи. Как по-другому мог закончиться этот матч, как не пенальти? Это, пожалуй, самый потный матч за всю историю в Ultimate Team. Ладно. Окей. Первый он забивает. Он угадал. Он просто угадал, блядь. Давай, туда же. Галкипер! Бронзовый галкипер! Чувство бронзы, блядь. Так, я сейчас по центру ударю. Пожалуйста, только... Да как он меня читает, блядь? Получай, блядь. Просто получай, блядь. Пиздец. Мы сегодня забивать будем, как бы? Опять по центру. На нахуй, блядь. Наконец-таки, блядь. Влево. Давай влево. Хорош! А, блядь, нет, не хорош. Давай влево. Хорошо. Хорошо. Дайку, молодец. Давай по центру. По центру ты ещё не бил. Да-да, я знал, я знал, братан. Я читал тебя. Всё, победа, победа. Я не знал, что это решающий гол, пацаны. Руифонта, блядь. Четыре голешника. Пиздец. Просто пиздец, пацаны. Вы просто не представляете, сколько пота пролилось, блядь, только что перед вами. Не, ну, конечно, вы представляете. Вы видели весь этот матч. Охренеть. Вот это, блядь, матч, пацаны. Вот ради таких матчей стоит играть в FIFA 18. Надеюсь, я заслужил ваш лайкусик за этот пиздец. Мой бронзовый голкипер, в которого я не верил. Совершил 8 сейвов. Ну и, собственно, Руифонта, без которого я бы этот матч не затащил. Покер. В этом и прелесть, на самом деле, такой рубрики. Вы подбираете каких-то нонеймов, каких-то бичей непонятных. А они в итоге вот играют ключевую роль. Вы просто посмотрите на эту статистику, блядь, и на этот счёт. Охренеть. Учитывая, что у меня голкипер из бронзы стоит на воротах, у моего соперника, наверное, жёстко так пригорело. Кто такой этот Руифонта? Почему он так дерзко играл, я не понимаю. Просто посмотрите на статы. Вполне себе обычные статы. Три звезды на слабой ноге, на финтах, в завершении 76. Ну, то есть, вообще ничего примечательного нету. Ладно, парни, я думаю, я на этом закончу данный выпуск. Опять же, попрошу вас поддержать лайком этот эпичный матч. С вами был я, PandaFX. Пойду пить чаёк и отдыхать от фифы. Я вспотел просто пиздец. Всем пока.